Друзья, всем привет! Один из самых важных навыков в изучении русского языка – это понимание речи на слух. И единственный способ этому научиться – это слушать русскую речь. Слушать каждый день. Поэтому каждый день я рассказываю для вас интересные истории на русском языке. Сегодня исторический рассказ о знаменитом русском корабле. Итак, поехали! В далеком 1897 году на верфи Новое Адмиралтейство началось строительство нового боевого корабля. В те годы Аврора еще не была Авророй. Корабль могли назвать полканом, боярином или даже психеей. Именно такие имена легли первыми в списке на утверждение Николаю II. По традиции, еще со времен Петра Великого, право давать имена крупным кораблям принадлежало императору. Царь взглянул на длинный список и подчеркнул самое последнее. И, дабы не было ошибки, собственноручно написал на полях «Аврора». Почему именно «Аврора»? Официальная версия говорит, что это было сделано в честь легендарного фрегата «Аврора», построенного при Николае I еще в 1835 году. И вот спустя 65 лет, в 1900 году, новая «Аврора» торжественно была спущена на воду в присутствии императора. В почетном карауле на корабле Николая II встречал 78-летний матрос, служивший еще на первом фрегате. Строительство крейсера обошлось государственной казне в 6 миллионов рублей золотом. По тем временам это была колоссальная сумма. А вот самый первый фрегат «Аврора» был назван не в честь древнеримской богини Зари, а в честь Авроры Карловны Демидовой Карамзиной, фрейлины императорского дворца. Она была светской львицей тех времен и одной из самых красивых женщин Санкт-Петербурга. Новый крейсер «Аврора» имел на вооружении 42 орудия различного калибра, мог развивать скорость до 19 узлов. Мощность его двигателя была почти 12 тысяч лошадиных сил. Состав экипажа насчитывал почти 600 моряков и около 20 офицеров. Питались матросы довольно хорошо. В суточную норму также входила ежедневная чарка водки перед обедом. Чарка — это 123 грамма. В мирное время после обеда свободные от вахты моряки могли поспать на верхней палубе в подвесном гамаке. Но мирная вахта продлилась недолго. В 1905 году, в самый разгар русско-японской войны, «Аврора» в составе второй эскадры Тихоокеанского флота направилась к Владивостоку. Семь месяцев пути прошли почти без эксцессов. Только во время шторма погиб всеобщий любимец — пёс по имени Шарик. Команда долго пыталась найти ему достойную замену. Так, на судне появились вначале хамелеон, затем два лемура, огромный питон и, наконец, два крокодила. Их назвали сам Итога. Но прожили на «Авроре» крокодилы недолго. Первый крокодил предпочел свободу и бросился с палубы в океан. Атога погиб в ходе Цусимской битвы. Знаменитая Цусимская битва — это одна из самых ярких и трагических страниц в истории не только «Авроры», но и всего российского флота. В Корейском проливе российских моряков уже поджидала японская эскадра. Силы были неравны изначально. 38 российских кораблей против 89 японских. К тому же общая боеспособность у японцев была гораздо выше. Их пушки были намного скорострельнее, а порох в снарядах в пять раз мощнее. В первые минуты боя русская эскадра понесла огромные потери. В том ужасном бою на «Авроре» погибло 15 членов экипажа, в том числе и капитан корабля Евгений Егорьев. Его убило осколками снаряда, попавшего в рубку управления. Всего в тот день в Цусимской битве погибло более пяти тысяч русских моряков и офицеров. Еще более шести тысяч русских моряков попало в плен к японцам. «Авроре» удалось покинуть поле битвы и добраться до Филиппин. Там крейсер был задержан американскими властями. С команды взяли подписку о неучастии в дальнейших военных действиях. После русско-японской войны «Аврора» совершила ряд походов по всему миру. Корабль также принял участие в Первой мировой войне. Осенью 1916 года «Аврора» окончательно вернулась в Кронштадт, а затем перешла для капитального ремонта в Петроград. Тут-то и началась самая интересная часть ее биографии. К 1917 году в революционном Петрограде назревала буря. Узнав о длительной стоянке в неспокойной столице, капитан первого ранга Михаил Никольский ввел жесточайшую дисциплину на корабле. Матросов не выпускали на берег и старались круглосуточно занять работой. Это помогло сдержать бунт до середины февраля. Но в один из февральских дней петроградские рабочие устроили демонстрацию у причала, где стоял крейсер. Экипаж решил присоединиться к демонстрации. Командир корабля Никольский и один из старших офицеров пытались остановить толпу матросов. И когда те не подчинились, открыли огонь из револьверов. В результате стрельбы двое матросов были легко ранены, а один убит. Рабочие потребовали расправы над командирами крейсера. Капитана и старшего офицера избили, сорвали погоны и заставили нести красные флаги. Когда офицеры отказались, они были тут же убиты. Старшему офицеру воткнули в горло штык. Капитану выстрелили в голову. Власть на корабле была захвачена матросами. А вскоре всю Россию охватила революция. История крейсера «Авроры» продолжалась, но об этом советском периоде жизни знаменитого корабля мы расскажем в следующий раз. Друзья, эту историю мы подготовили по просьбе нашего постоянного зрителя. Мы передаем ему привет и благодарим за отличную идею. А какие истории были бы интересны вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Огромной вам удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok